Прекрасная Жанна Магаран из штата Угайя, не первый год помогающая мне и не только мне с логистикой поездок по Русской Америке, заказала для гастролера Шендеровича билет до Нью-Йорка и обратно. Она делала это уже много раз и оплата занимала несколько минут. Но видать, бомба метания по Воронежу приняла системный характер. Аэрофлот отклонил все, прописью все американские карточки. Такое вот полезное для бизнеса нововведение в ответ на санкции. Срок выкупа билета истекал на утро. Жанна дозвонилась до Аэрофлота, что само по себе подвиг, как вы понимаете, и попросила по моей просьбе выставить счет, который можно было бы оплатить из России. Нет, они так не делают. А как они делают? А вот как. Поскольку рабочий день в Москве закончен, выкупить заказной билет по существующей цене предлагается единственным способом. Приехать до 6 утра в офис Аэрофлота в Шереметьево. Всего-то. Например, из Кливленда. Представляете? А можно перезаказать билет? Можно. Почему нет? Только это снова будет гораздо дороже. Снова потому, что предыдущее подорожание явочным порядком уже случилось за предыдущие сутки. А можно ли оплатить заказ по карточке откуда-нибудь еще не из Америки? Можно. Почему нет? Но по китайской платежной системе. Единственным способом оплаты, который предлагает сейчас, сайт Аэрофлота для покупателей из США. Вы не пробовали переходить на китайский для покупки билета Москва-Нью-Йорк. Еще нет? У вас все еще впереди. Несколько лет назад в греческой провинции мы с женой, очень голодные после большого путешествия, вошли в придорожный ресторанчик. Наличные внезапно закончились. Банкомата рядом не наблюдалось, а если тут терминал, бог его знает. А жрать охота. Официант, узнав об этой ничтожной проблемке, расплылся в улыбке. Не беспокойтесь, мы возьмем ваши деньги любым способом. Через минуту мы уже заказывали еду, а официант потом куда-то сходил, что-то принес и взял наши деньги. Конечно, какие могут быть проблемы, если клиент хочет отдать вам свои деньги. Главное, чтобы он не передумал. Но Айрафлот, это вам не греческая таверна. Вы должны на брюхе ползать, чтобы они согласились взять у вас ваши деньги. А если вы не успеете придумать, как отдать им свои деньги, они увеличат цену за услугу. Двадцать первый век в разгаре, а два обладателя дюжины кредитных карточек по скайпу и фейсбуку, по международной атлантической связи, решают задачу, где бы найти человека с баблом, который успел бы приехать в Шереметьево до шести утра. Крылья Родины, еби их кремлевскую мать. Виктор Шандерович